Всем привет! Меня зовут Яна и сегодня я буду тестировать гели от компании Космо Профи. Кстати, я уже сделала себе наращивание вот этим гелем. Вы можете оценить арку. Если вы пользовались этими гелями, пожалуйста, напишите ваши отзывы под видео. А я приступаю к показу распаковки и тестированию этих материалов. Так, это у нас праймер бескислотный. Что не протекло? Это прозрачный. Все нормально, все баночки целы. Это белый. Это вот новая линейка гелей. Высококачественный гель для моделирования. Нужно сайте еще почитать. Итак, давайте приступим к тестам. Я начну вот с этого геля, с прозрачного. Открываем. Гель густой. Не такой густой, как, например, гель желе, но все-таки гуще, чем те гели, с которыми я раньше сталкивалась, например, и для меня он густой. Запаха сильного нету. Легкий запах присутствует, но это только если близко к носу поднести, тогда чувствуется. Так нет. И первый тест, который я хотела бы провести, это тест на растекаемость. Так я здесь провела границу, как бы эта кутикула. И сейчас я близко к этой границе подведу гель и подожду 2 минуты. Буду смотреть, как он у меня растечется за то время, пока я буду наносить гель на другие ногти, например. Гель наношу толстым слоем, миллиметра 3 толщиной примерно. Форму на типсы ставила первый раз, поэтому сильно я ее задрала. В следующий раз не буду так сильно задирать, но в этот раз пусть уж будет так. Итак, я сейчас покажу, что я подвожу гель вплотную к нашей нарисованной границе. Буквально вплотную подвела и засекаю время. 2 минуты буду держать гель. Немножко даже вот так вот наклоню в сторону кутикулы. Сейчас 16.53 и засекаю время. 16.55 я сниму тест. Итак, прошло 2 минуты. Могу сказать, что гель на типсе не растекается. Возможно, на базе, которую вы нанесете ноготок, и будет растекаться. Это я потом попозже скажу или напишу в комментариях. Но на типсе видно, что гель стоит хорошо. Следующий тест, который я хотела бы провести, это зажатие арки. Для этого я немножко побольше нанесу на свободный край. Толщина слоя у меня здесь миллиметр-полтора. Именно на свободном крае. И отправляю в ультрафиолетовую лампу на 10 секунд. 10 секунд прошло. Посмотрю, как гель нет. Он не застыл за 10 секунд. Держу подольше. Продержала еще 15 секунд. Пробую. Да, гель подстыл, но не настолько. Чтобы можно было зажимать арку. Держу еще. Итак, держала я. Уже со счета сбилась, сколько держала. Сейчас форму сниму. Поджимаю арку. Здесь я нанесла очень тонкий слой геля. Очень тонкий. Поэтому мне было тяжело снять форму. И гель у меня гуляет. Здесь я даже не знаю. Здесь нету миллиметра. Здесь какие-то доли миллиметра. Тем не менее. Да, вот арка сохранилась. Я поджала. Сейчас я еще сюда нанесу гель. И попробую зажать еще раз. Итак, прошло 20 секунд. И я зажимаю арку. Гель мягкий пока. Пока теплый. Он мягкий. Зажимаю. Вот прошло 20 секунд. И гель он еще эластичный. Некоторые гели быстро твердеют. Он еще такой довольно-таки мягкий. Возможно, ему надо дольше времени на полимеризацию зажить арки. Так вот прошло 2 минуты. И гель по-прежнему еще податливый. Арку можно зажимать даже спустя 2 минуты нахождения геля в лампе. Это при условии, что толщина геля у меня примерно миллиметр-полтора. Подпилю край, чтобы измерить толщину геля. Так, смотрим толщину геля. Да. Ровно миллиметр. И это очень мало. И, конечно, гель поэтому мягковатый. Но сейчас он уже, кстати, твердый. И когда мы наращиваем все равно, мы будем делать толщину геля где-то 2 миллиметра. Потому что 2-3 миллиметра. Потому что будем делать опил потом. Именно поэтому вот у меня была такая мягкость. И сейчас уже все твердое. Итак, тест по поводу арки. Держит ли арку. Арку держит. Также я хотела снять тест на просыхаемость. Но прозрачные гели, они в основном все просыхают. И так вот на ощупь я чувствую, что он твердый. Поэтому именно этот гель я не буду проверять на просыхаемость. И еще один тест. Это на блеск. Блеск есть. Конечно, не такой, как у топовых покрытий. Но я бы сказала, что даже можно применять этот гель как верхнее покрытие. Итак, приступаю к тестированию следующего материала. Следующий материал Classic White. То есть классический белый. Он не совсем белый. Здесь присутствует сиреневатый оттенок. Но это совсем неплохо. Потому что все мы знаем, что раньше белье белое даже подсинивали. Для того, чтобы был ослепительно белый цвет. Итак, первый тест у меня на растекаемость. Кстати, запах сейчас проверю. Также очень слабый запах, который не чувствуется в обычной жизни. Только если близко поднести. Итак, подвела белый гель близко к нашей границе. Слой геля не больше миллиметра. Так как белый гель хорошо пигментирован. Он сохнет обычно долго. Так засекаю 2 минуты. 17-15. 17-17 я сниму тест. 2 минуты прошло. Не знаю, видно ли вам на камеру или нет. Но гель совсем нигде не затек. Очень хорошо держит свою форму. Итак, следующий тест это поджатие арки. Слишком толстый гель я не могу нанести. Потому что белый, как правило, сохнет плохо. Где-то миллиметровый слой геля. И помещаю в лампу на 2 минуты. Итак, 2 минуты прошло. Попробую зажать арку. По истечении 2 минут арка зажимается. Но гель, как видите, не просох. На сайте производителя сказано, что 2 минуты сушить недостаточно. Заявлено, что надо сушить 3 минуты. Поэтому я сейчас досушиваю. И арку буду поджимать потом. Итак, я сушила 4 минуты. Потому что заметила, что у меня гель не просыхал. Возможно, это дело в моей лампе старого образца. У меня лампа OF36. И в лампах нового поколения, которые имеют LED-лучи, будет быстрее. И кто пробовал и пользовался этими лампами, у меня просьба написать, как у вас обстоит дело с этими гелями в LED-лампах. Я пробую зажать арку. Арка зажимается. Если поставить рядом с линейкой, то здесь меньше миллиметра у меня слой. Поэтому я сейчас наложу еще один слой. Я хочу протестировать на просыхаемость. Но я уже вижу, что моя лампа не справляется. Когда я буду наращивать этими гелями, я буду обязательно разбавлять прозрачным гелем. Я уже привыкла так делать. Чтобы не рисковать, я все равно в любом случае буду разбавлять. Сегодня для теста нанесу в неразбавленном виде и отправляю в лампу. Буду сушить 4 минуты. Итак, прошло 2 минуты. Я чувствую, что гель у меня не просох. Вот здесь вот вмятины видны. Но арку я могу зажать на этом этапе. Но это нормальное явление для белых гелей. Я не видела ни одного геля, который бы просыхал вот так вот прям хорошо. Во всяком случае, в моей лампе. И досушиваю гель еще 2 минуты. Итак, как вы видите, в моей лампе этот гель не просыхает. И едем дальше. Далее, фаворит компании Космо Профи. Это линейка гелей Fast Cover номер 4. И так сейчас мы будем ее тестировать. Итак, спустя 2 минуты можно оценить результат. Если вам плохо видно, то могу сказать, что никаких затеков нет. Итак, на сайте производителя написано, что этот гель сохнет от 1 до 3 минут. И обычно мы арку зажимаем где-то 15 секунде. Но на предыдущих гелях я поняла, что этот гель долго сохраняет эластичность. Поэтому я буду сушить 3 минуты и уже потом зажимать арку. И тут я вас обманула. Я просушила 2 минуты, попробовала бумажку. Она у меня уже отходит. Это значит, что гель просох. Да, гель просох. И зажимаю арку. Он просох, но он еще сохраняет эластичность. Что позволяет нам... Кстати, зря я сняла бумажку. Я хотела прям так очень сильно зажать, чтобы получился пайп. В общем-то, да, гель зажимается, но еще сохраняет эластичность. Но и толщина геля здесь очень маленькая. Здесь нету миллиметра даже. Для того, чтобы мне нормально сформировать арку, мне надо потолще гель здесь наложить. Происходит так, что же все-таки пайп? Форма квадрата или форма миндаль? Поэтому, кто знает точный ответ, пожалуйста, пишите. Потому что в Википедии зажимаю арку. Гель довольно эластичный. Он позволяет зажать арку. Зажала, и пайп вышел какой-то кривоватый. Но я, когда ставила форму, я не ставила себе целью поставить именно ровно форму. Поэтому извиняйте. Вот я сушила 2 минуты. И хочу сказать, что можно было бы поджимать арку на 1 минуте. Потому что вот в этом месте уже гель засох и отпружинивает. Вот так вот прям очень сильно. Я его уже не могу зажать. Он застыл. Но на этом, пожалуй, остановимся. Так вот на ощупь все просохло. И следующий у нас тест. Это тест на просыхаемость. Давлю. Если вам не видно на камеру, то я вам могу сказать, что все просохло. Ну и для чистоты эксперимента я сейчас спилю вот это вот все. И мне тогда будет видно, если где-то чего-то не просохло, то я вам об этом скажу. Тест на просыхаемость пройден. Где надо, я уже подпилила. Здесь у меня уже начинается место, куда я ставила форму. И дальше я пилить не могу. Но я уже вижу, что гель у меня хорошо просох. До конца я его не буду пилить. Потому что я, наверное, сделаю на нем дизайн. И чтобы зажать арку, ну вот, например, для арочного квадрата нормально. Даже так вот руками или пинцетом зажимать нормально. А чтобы, например, для пайпа, то все-таки нужно зажимать вот такими вот штучками. Где-то на 1 минута от начала просыхания. И сушить вот с этими зажимами. И тогда, я думаю, арка зажмется так, как надо именно для формы пайпа. Ну и что по поводу цвета. Этот цвет мне очень нравится. Он близок к натуральному. Вы видите на камере, он розоватый. Но на самом деле он больше к такому, к телесному цвету. В общем, я осталась с этим гелем, в принципе, довольна. Но по одному тесту вообще судить сложно. И я призываю вас подписаться на канал и следить в инстаграм. Потому что я еще буду работать с этими гелями. И спустя какое-то время уже служится более адекватное впечатление. Поэтому вот, едем дальше. А дальше у нас на очереди пинг клер. Или клер, или клер розово-прозрачный. Да, это розовый и прозрачный. Я его тестировать сегодня не буду. Потому что он, скорее всего, такой же по качествам, как и предыдущий прозрачный. Просто с розовым небольшим пигментом. Он практически прозрачный. И так же, как на предыдущем прозрачном, видна какая-то голубоватая дыбка в самом геле. В общем, я уверена, что по качествам он такой же, как и предыдущий прозрачный. То есть, я на нем останавливаться подробно не буду. И последний гель на сегодня. Это классический светлый. Я его сейчас поставлю рядом с кавер. Фастом. И сравню цвет. Я бы сказала, что это тот же самый тон, только здесь больше белого пигмента. Он как бы посветлее. Но близок. Близок к этому. И, например, летом для загорелых вот этот вот больше подойдет. А для нашей полосы, где солнышка мало, например, сейчас у нас метель метет. В то время, как в других городах России уже и весна. Для нас, для белоручек, вот этот вот больше подойдет. Но я его сейчас все-таки протестирую. Хотя, что-то мне подсказывает, что он будет мало отличаться от всех остальных. От каких именно остальных. Ладно, сейчас протестирую вот этот. Итак, сделаю наращивание на правой руке. Это у меня ручка испытательная. Так что не обращайте внимания, что разные ногти и разный цвет. Вот на этих двух я буду наращивать вот этим гелем. Его же я нанесла в качестве базы. Уже просушила 4 минуты. Я базу всегда сушу 4 минуты. Праймер у меня от фирмы Космопрофи. Бескислотный, который мне пришел в этой посылке. И сейчас я нанесу гель. Само себе не очень удобно. Да еще левой рукой. Но все-таки я вот нанесла так, как есть. И теперь иду в лампу сушить 2 минуты. Итак, 2 минуты прошло. Я бы не сказала, что гель печет. Он слегка нагревается. Форму я уже могу снять. Наношу второй слой геля. И кое-где гель еще не просох, поэтому я еще его досушу. Современный миндаль я еще ни разу не наращивала так, чтобы вы знали, что я с ним так долго сейчас копаюсь. Это потому, что у меня нет особого опыта в его наращивании. Первый раз я вот мизинчик нарастила себе. И вот здесь я вижу свою ошибку. Сильно, слишком сдавила бока. И получилась вот такая вот неправильная форма. Ладно, это я потом доложу материал. Итак, накладываю второй ноготь. Итак, я поджала арку. Вот так это выглядит сверху. Вот так выглядит. Со стороны арки. И я подложу материал вот на эти боковые места. Потому что я чувствую, что во время опила мне не будет хватать вот здесь вот материала. По поводу просыхаемости. Я чувствую, что материал просыхает. Нигде подушек нет. И арку, как видите, этот материал держит. И буду делать опил. Единственное, что сам опил я вам не буду показывать. Потому что на правой руке, левой рукой мне будет просто неудобно ей следить за камерой. Чтобы я была в камере, в фокусе. Потому что мне придется руки крутить в разные стороны. Я это сделаю без камеры. Потом вам только покажу готовый результат. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...